Девушки отдыхают О, дай мне попробовать Шоколадный коктейль Ванильный Я просил шоколада Ромашка Я пока ещё работаю Там в мастерской есть полотенце Речевое управление Я не хочу командовать, но... Не врежься! Редактор субтитров Если ракетные двигатели на голосовом управлении, кричать не стоит. Я бы не кричал, но ты издавал такой жуткий звук. Какой звук? Я не слышал. Минутку. Наверное, ты не слышишь, потому что ты быстрее скорости звука. Я докажу, что это не я. Когда я побегу и ничего не случится, ты почувствуешь себя глупо. Это косвенная улика. Мне нужно провести тесты, чтобы узнать, что с тобой не так. Не могу ничего выяснить, но думаю, пока что тебе лучше не бегать. Ладно, не проблема. Прости, привычка. Соник, ты должен был принести мяч. Ой, простите. Сейчас метнусь домой. В смысле, пойду медленно и осторожно. Ох, так делают обычные люди. Безумие. Ребята, атака роботов на шесть часов. Я не могу в шесть часов. У меня билеты в оперу. Нет, куда-то ещё. За тобой! Соник, мы справимся. Молодец, Наклз. Слева, справа, слева. Стой, я запутался. Почему у него получается, а у меня нет? Стикс, спиральная атака. Это твой приём, не мой. Ой-ой. Да, секретный тройной сальто назад. О секретах не кричат на каждом углу. Пора с этим заканчивать. Эй, я думал вы о них. О, как же вы справитесь без... Меня. Похоже, кто-то ещё ни при чём. Эггман! Постой. Что значит кто-то ещё? Я не посылал этих крабоботов. Орбот и Кьюбот убирались в логове и случайно нажали на кнопку. Так ты не специально? Похоже, нынче, чтобы стать злобным гением, не нужно быть гением. Я чувствую себя ненужным. А, да, у нас есть что-то общее. Ты тоже ешь попкорн во время депрессии? Нет. Да. Я про ненужность. Вот, возьми попкорн, тебе станет лучше. Ладно, я же доктор, поговори со мной. Даже заклятые враги могут подружиться. Цоник, Эггман тебе не друг. Будешь его слушать, тебя куда-нибудь перевяжут. Да, этого бы не хотелось. Честно говоря, так себе идейка, Соник. Но ты не смог мне помочь. Вариантов нет. Когда я бегу, раздаётся странный шум. Такое бывает с Кьюботом, когда он перебарщивает с моторным маслом. Поэкспериментируем. Ясно. Классический случай несовместимости отношения скорости и энергии. А почему сейчас? Приходит с возрастом, как мудрость. И волоски в носу. Но не волнуйся, у меня есть то, что тебе нужно. У этой обуви энергопоглощающая стелька. Она не даст тебе издавать этот громкий звук. А главное, её можно стирать в машинке. А вдруг это твой очередной хитрый план? Думаешь, я коварно задумал обеспечить тебя мозолями? Если тебе не нужна помощь, иди отсюда. Ладно, посмотрим. Эй, ничего не случилось. Шума не было. Спасибо. Не за что, друг. Да, Соник в деле. Не говори о себе в третьем лице. Это странно. Да, Наклз это ненавидит. Стоп, шума нет. Эггман решил проблему. Да, энергопоглощающие стельки. Эггман и правда помог мне. Или это была часть ловушки. Соник, познакомься с гигантским роботом. Я не успел его назвать, потому что был занят созданием ловушки. Моя очередь. Источника энергии нет? Как это возможно? Верно, Соник. Беги! Беги! Соник, стой! Эта обувь передает роботу твою энергию. Чем ты быстрее, тем он сильнее. О, хитро. Хотел бы я такое придумать. О, так это же я! О, это легко исправить. О, я забыл упомянуть. Они не снимаются. Еще посмотрим, Эгги. Ай! Это будет непросто. Соник не бежит. Так почему робот работает? Обувь хранит энергию, которую он генерирует. Ты правда собираешься нам это объяснять? Самым сложным было издавать тот неприятный звук, когда Соник бежал. Я подготовил краткую презентацию моего гениального плана. Знаешь, сколько я на нее потратил? Вот еще и подготовил сокращенную версию. Видел бы ты себя прямо сейчас. Я взял твою силу и обратил в слабость. Соник, это безумие! Нет, это глупость. Безумие! Глупость! Безумие! Глупость! Безумие! Глупость! Нет, это гениально! Эй, постой, слишком много. Серьезно, помедленнее. Перегрузка! Теперь, когда мы закончили с разминкой, Соник побегает. Правда, как-то жутко, когда он говорит о себе в третьем лице. Да. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова